Я вас категорически приветствую. 80 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилась одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Битва эта шла 50 дней и ночей. С обеих сторон было задействовано более 4 миллионов человек, почти 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходок, 12 тысяч самолетов. И это была одна из самых масштабных битв в истории человечества, в которой, как известно, победила наша Красная Армия. Управленческий талант советских военачальников, непоколебимая стойкость наших солдат, могучий тыл – все это позволило сломать хребет Объединенной Армии Европы. В тяжелейшем сражении наши предки одержали победу. От такого поражения вермахт оправиться уже не смог и утратил стратегическую инициативу навсегда. Именно Курская битва переломила ход Второй мировой войны и мировой истории в целом. Слава советскому народу-победителю! Вечная память героям. В день 80-летнего юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин прибыл на торжественное мероприятие в город Курск, где вручил награды героям специальной военной операции, в том числе наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Экипаж танка Алеша разгромил колонну укронацистов в Запорожской области. Отважные танкисты сожгли 8 единиц бронетехники врага в одном бою. Вся страна смотрела видео с поля боя, утирая холодный пот. Добив последнюю машину врага, экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелков, которые разворачивались в боевые порядки. Президент отметил, что герои спецоперации достойны славы участников Курской битвы. Подчеркнул, что все бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, сражаются смело и решительно. Ну, что тут сказать. Экипаж танка Алеша выступил, как это говорится, на все деньги. Настоящие солдаты, настоящие мужчины, честь и слава. Военной удачи вам, мужики. А на сегодня все.